так добрая ночь века стены теперь по манджорцу вот я пропустил часть письма здесь вот как-то вот так вот странно написано но вывод почему я учусь за ходу вот один из примеров вывод что при непоращивании совсем или частичным нужно подержать несколько дней на солнце и желательно в банке да и железной крышкой на всякий случай запоминать это усилить прогрев песка и положительные ледит из шандерска курганской области поняли да не всходят прежде высаживать банку железная крышка и на солнышко вот пробуйте так ребята мне надо на кухню подпить чаю сейчас я быстро полтора часа говорю здравствуйте охота приобрести воскресенье ваших великолепных культур узнала вас через youtube через балкин сад вы настоящего потенциал добрый мудрый человек спасибо прием башкортостане недельку от уфы нижнекамске вопрос можно абрикос грушу сливу вишни хорошо может другое дело попишите на вашу смотреть на санта которые приживутся как правило вы понятия не имеете как с ним даже что вам надо вот поэтому я вынужден каждый раз уточнять уточнять я сказал ответе на вебинаре может быть вы хотите хотите ограничено косточками может быть санциями которые выращиваются и татьяна косточки выписали какие на подвой или корнесобственная люди даже не понимают разницу я говорю корнесобственная посадил и здесь я получу пока не заплодоносит а там еще можно частично перепривить вот или не привать а подвой это уже точно там что риска дикая груша так она должна у вас попасть и когда будет год или два для нее прививаете культурный сладкую почему сладкую грушу семечки вырастить очень сложно и долго и каждому дано и представим себе на моё усмотрение пусть он будет самый сладкий груши и вышли в муссурийскую грушу а вы растить будете пройдет 5-8 лет заплодоносило попробовали сказать ну железо хоть опять кинули поняли вот вам и на моё усмотрение учиться не хотите от я вышлю еще еще у вас будет а сейчас забыла вас спросить про мазюрский орех половина пролежала тоже песке в холодильнике поняли то чем мы уже говорили и также сейчас землю посадить какую-нибудь почву на кого уже давно надо волосы посажать конечно закапывать его рейсер учил почву какая есть такую садите а дальше между тыком если почву переделать невозможно вот это или это такое дорогого удовольствия вот хорошо у меня был такой бывший директор крупнейшего автомобильного завода в россии вышел на пенсию приехал сюда в нашем летнике там же гора весь прошли 100 этих самых камазов землей поднял вот уровень земли на метр вот он да а я вам сейчас скажу вот какая почва есть такой садите здравствуйте Олег Константинович на днях у меня зацветет абрикос амур посажен из вашей кости в 2020 году представляете 20 21 на третий год кости прошли цикличную проморозку опираясь на знания получены из вашего июля телемостата спасибо вам значит вы благодаря нашему телемосту вот получилось что вас зацветает на третий год абрикоса отличная проморозка отеля Алексеевича но я заказываю телемост пусть недорого но у меня их всего наверное полсотни или сто я заказываю платил 200 рублей с вас 200 рублей хотите считать это за шутку хотите потратите 200 рублей для следующего фирма почему потому что вам пригодились знания может мне уже перестать стесняться и говорить так как есть я за пятьдесят или сто этих самых платил 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 не за все платил кто-то помогал бескажестно вот но от этого не легче все равно приходится бы жить в минусе так а про цикличную проморозку отправляю вас к путинкову